В этом году было решено расширить рамки традиционного югорского хоровода дружбы, конкурса народных танцев и провести юганскую весну в номинациях «Уличный танец», «Современная хореография» и «Астрада». Добавились еще и формы работы балетмейстеров. Это малые формы соло. Очень было интересно, так как количество участников увеличилось. Молодых руководителей у нас очень много появилось в городе, новых молодых ансамблей очень много. И возрастные рамки тоже расширились. Гран-при в номинации «Современный танец» вручили ансамблю «Первый школы стиль» под руководством Елены Степанович. Коллектив представил на конкурс два танца. Первый – хористы, поставленный по одноименному фильму о трудных подростках, чьей жизни изменила музыка. Второй – «Белая история» о любви. Гордость за то, что мы такие молодцы, достигли каких-то высот и так далее. Я рада, что мы молодцы. Для меня этот гран-при значит, что наша группа, она очень талантливая, я чувствую за нее гордость. Еще один гран-при, но уже в номинации «Уличные танцы» взял еще совсем молодой ансамбль «Скитлскрю» от Дома детского творчества под руководством Регины Забаровой. Они также отправили на конкурс два номера. Это «Зимний танец холод», а также «Простеляк». Мы смогли принять участие в этом конкурсе и занять такое место. Мне очень приятно, что мы такие старательные ребята. И у нас получилось это сделать. Жюри смотрели на соответствие костюмов музыки, мастерство и эмоции танцоров. Все конкурсанты проделали большую и кропотливую работу, которую через экран было непросто оценивать. Некоторые номера пришлось пересматривать. Другая совсем подача. Мы слышим совсем другую, когда и музыку произведения слушаем совсем иначе. А когда смотрим хореографию исполнения, конечно, сложно. То есть приходится сосредоточиться на том исполнителе или на том исполнителе коллектива, чтобы увидеть общую картинку пространства, которое дети, что хотели донести. Также награды получили руководители ансамбля победителей. Благодарственные письма Департамента образования и молодежной политики.